Эта беда постигает многих владельцев Лады Гранты, начиная со 2-3 года эксплуатации. Вариантов решения два. Правда, может кто-то знает еще какие-то варианты? Пишите в комментариях. Первое. Оплетка на шнуровке фиксируется за счет специальной нити. И второе. Чехол без всякой шнуровки. Я выбрал второй вариант. Универсальный кожаный чехол. Сейчас вы можете видеть таблицу размеров. Если у вас также Гранта, либо Датсон, Логан, Калина, Приора и тому подобное, то это размер М. Установка до ужаса проста и быстра. Единственная рекомендация – начинать надевать с верхней части рулевого колеса. Результат столь титанических усилий вы сейчас можете видеть с разных ракурсов. В том числе и с улицы, что также немаловажно в плане эстетики. Теперь, что касаемо вопросов практичности и безопасности. Раскальзывание руля исключено за счет специального внутреннего покрытия. Хват рулевого колеса также в норме. Конечно, в первые 15 минут после установки немного непривычно, руки-то помнят. Но после, понятное дело, привыкаешь и дальше все как будто так и было. Что касаемо комфорта рук, тут, конечно, восприятие субъективное. Могу сказать лично за себя, проездив полтора месяца по жаре, с этими чехлами проблем не было. Плетенка она и в Африке. Плетенка – конструкция проверенная. В плане цены она соответствующая качеству. Доставка от трех дней, если заказывать в mall. Две ссылки доступны в описании. Поставщик один и тот же. В окончании еще пару слов о последних приобретениях для автомобиля. Возможно, вы уже заметили, на лобовом стекле универсальный магнитный держатель. Пользуясь им третий месяц, отличная удобная штука. Сразу развею витающие мифы, с аккумулятором и сенсорным экраном смартфона все в порядке. Но есть два недостатка. Количество металлических стикеров в комплекте всего два штуки. Но при необходимости их можно докупить. И еще один недостаток – это небольшая длина кронштейна. В случае с применением на стекле, она ограничивает полноценную регулировку угла в вертикальном положении смартфона. В горизонтальном все нормально. Еще одно приобретение – это Bluetooth Audio Adapter с поддержкой функции свободной руки. Данное приспособление пригодится в том случае, когда ваша магнитола не имеет Bluetooth-приемника. Для синхронизации приема-передачи звукового сигнала мобильного устройства, к примеру, смартфона. Но имеется аналоговый звуковой AUX-вход. Bluetooth Adapter имеет встроенную батарею с возможностью автономной работы 5 часов. Либо можно одновременно питать и использовать устройство за счет подачи питания посредством кабеля microSD, который идет в комплекте. Дальность приема – 10 метров. Проверено. Качество снимаемого звука на отличном уровне. Правда, чуть-чуть получается завышенный бас. Еще один недостаток – это нерегулируемый угол подключения в разъем. Решается довольно просто добавлением углового адаптера 90 градусов. Ссылка на него доступна в описании. На этом благодарю вас за внимание. При онлайн-покупках не забывайте использовать кэшбэк-сервис. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова